Девушки отдыхают Статистики, например, прошлого года, бессмертного полка, в котором я тоже шла, то молодежь пошла бы точно так же против действительно фашистов и против наших врагов. Я в этом уверена, потому что я это видела своими глазами, как шли в бессмертном полку действительно со слезами на глазах. И я уверена, что русский народ не победит. Ведь вы посмотрите, что нас никто никогда не побеждал за всю историю. В продолжение этой темы хотелось бы узнать, как вы думаете, как бы повела себя, так скажем, золотая молодежь нашего времени? Ну, провокационный вопрос. Я на самом деле сегодня уже давала интервью по поводу гламурности какой-то, непонятного движения. Ну, я надеюсь, что именно мы будем перевоспитывать эту молодежь. И все-таки западная культура уйдет немножко на второй план, и все будут все-таки патриотами своей страны, своих действительно национальных каких-то достояний, и будут нести это в массы, в народ, и действительно своим детям рассказывать. А то я не буду называть нацией, я не националист, но в некоторых странах уже преподают, что победили Великую Терешеновую войну американцы, да, например. Ну, это бредово. Я считаю, что кто, если не мы, как мы должны нести массы правду, великую правду, я считаю, и прославлять своих дедов. Милена, вы талантливая актриса с потрясающим голосом. А есть в вашем репертуаре песни о войне? Да, естественно. У меня есть «Братские могилы» песня «Россия, родина моя». Ну, две пока песни, две, но, тем не менее, я их написала очень давно, лет 7 назад. А можете исполнить кусочек из какой-нибудь песни? Россия, родина моя, в России все мои друзья, Россия, матушка-земля, Россия, ты моя семья. Спасибо. Спасибо.